вообще это закуска а почему видео называется жареный салат я объясню в самом конце я только в конце видео это вспомнила добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц и сегодня мы с вами будем делать котлеты из рыбных консервов это такие закусочные котлеты которые можно есть горячем виде можно и с холодным попробуйте обязательно я вас уверяю не вам понравится много лет это один из любимейших рецептов в нашей семье для него я беру вот это две банки сайры сайры много было напихано в этой банках это сайра в собственном соку можно и в масле если есть любители мне почему-то все время это масло мешает как бы у меня вот такая вот сайра в принципе я их не особо выбираю единственное вот я вам по секрету скажу это ну сделано в россии кто это делает то господин живой кто это делает кто это делает производитель юж морфлот россия приморский край город находка отлично никогда не берете никакую рыбу на которой производитель морская радуга отличный производитель никаких претензий но в этих консервов будут преобладать хребты и кости здесь совершенно нормальные консервы рыба можно не сайру можно вообще любую рыбу у меня была горбушин у меня была она одна банка я привыкла делать на 2 сливаем лишнюю жидкость вот и поэтому я пошла купила саю сегодня сливаем лишнюю жидкость и размалываем вот так вот разминаю просто вилкой как угодно я думаю что вы много раз такие операции делали потому что конечно же рыбные консервы присутствуют на нашем столе давно и прочно уже много десятилетий так значит кроме рыбных консервов нам нужно будет 3 отварные картофелины на крупной терке как обычно значит или пальцами или часами ну чем-нибудь в камеру простите меня пожалуйста и не ругайте еще за то что я все делаю без перчаток потому что я как делала так и буду делать без перчаток для себя семейные рецепты а вам лишний раз поругаться бессмысленно ну смысла нету я просто вижу как других блогеров все время ругают комментариях пишут вот могла бы перчатки одеть что это такое не гигиенично слушайте но где перчатки там и фартук вообще-то я без фартука еще там еще и какой-то головной убор типа косыночки который будет держать волосы у меня волосы убраны в хвостик и надеюсь что они сюда не насыпятся вот это я все в том что не надо лишних требований предъявлять это же собственно говоря не прием экзамена где-нибудь там ресторанного повара посмотрите картошки получилось много ее ну я думаю что практически столько же сколько и но все будет хорошо чем меня удивляют вот эти котлетки это тем что при таком большом количестве наполнителя то есть кроме рыбы еще тут и картошка и сейчас покажу что еще получается очень отчетливый вкус рыбы рыбных консервов нам еще понадобится рис ну вообще где-то 30 стакана нужно сварить у меня тут просто был уже сваренный рис я его положу на неполную баночку как-то так наверное и одна луковица обжаренная среднего размера луковица ее тоже мелко порезанная обжаренная по поводу луковица ее добавить хочу сознаться что я не всегда ее кладу иногда мне бывает настолько некогда что ну просто нет возможности еще лук резать жарить вот по поводу например риса я хочу сказать что он прекрасно замораживается варится сюда же он прекрасно замораживается то есть рис можно сварить заранее я не могу сказать что я всегда так это делаю но я между прочим радуюсь когда у меня есть отваренный и замороженный рис не солен слышите кот кот закрытую дверь просится потому что для котов то моих рыба это прям это прям ой так надо посолить ну так умеренно посолить с учетом того что собственно рыба то тоже соленая и перемешиваем получается вот такая масса которая будет достаточно хорошо формироваться в котлетке эти котлетки нужно обвалять панировочных сухарях и уже которые видео подряд я буду световать на то что у меня нет хороших сухарей да и плохих уже тоже нет что я не могу доехать что лучшие панировочные сухари это китайские и японские вот привычном мне вместе китайцы лавочку свою закрыли сейчас нужно ехать далеко ну или тоже если быть честным нужно сказать что я много раз уже приезжала мимо вы просто забывала забывала туда заехать ну вот перемешали сейчас люблю котлеты покажу какого размера но принципе тоже не очень важно но я покажу ну вот такого размера котлетки они у меня на сантиметров пять наверно в длину ну сантиметра три в ширину можно больше можно меньше лучше все-таки запарнировать потому что мы сейчас будем жарить на довольно большом огне почему на большом потому что там жарится то ничего там же получается все ингредиенты готовы картошка отвареная рис сайра лук ну все кроме там сырого яйца который нам сцепит эти все ингредиенты вот а кстати я нашла этот рецепт вот даже не на ютюбе а лет двадцать назад на каком-то из женских форумов то ли воман то ли ну в общем когда на заре интернета скажем так в нашей стране вот и он тогда назывался жареный салат действительно жареный салат может быть я даже так и назову видео вот я купил новую сковородку я страшно довольна потом как-нибудь в отдельном видео мы поговорим с вами про сковородки они становятся все легче и легче уже просто не сковородки а какие-то фольга какая-то продается сейчас я их обжарю и вам обязательно покажу ну вот они почти все поджарились я жарила на двух сковородках сразу хочу сказать все я перехвалила свою новую сковородку не такая уж она хорошая переворачивалась все с большим трудом опять же вспомнила что великий немогучий ильял и лазерсон так он всегда говорил переворачивайте котлеты двумя вилками поэтому вот там у меня на дальнем плане лежат две вилки двумя вилками всегда намного проще переворачивать любые котлеты на сковородке вот мясные хоть рыбные хоть вот такие вот такие как жареный салат ну и конечно они выглядели бы намного более аккуратно если бы они были в панировочке должны быть зажарены именно вот так вот довольно сильно ребята проверьте это вкусно это хорошо это быстро это можно взять с собой на дачу или куда-нибудь не знаю в поход на пикник и это всем понравится пробуйте напишите мне в комментариях вы какой-нибудь подобный рецепт знали термообработки консервов но не суп конечно вот этот рыбный а что-то вот подобное но вот этому спасибо вам что вы были с нами с вами сегодня была анжелика всем пока пока